Долой ЕГЭ! В Госдуму внесли законопроект об отмене единого государственного экзамена, пишут федеральные СМИ. Некоторые депутаты считают, что ЕГЭ не отражает реальный уровень знаний, а для подготовки к испытанию многим родителям приходится тратить на репетиторов большие деньги. Кроме того, процесс обучения в школе превратился в натаскивание на экзамен, утверждают авторы инициативы. ЕГЭ предлагают заменить итоговая тестация в форме государственных экзаменов. Принятие законопроекта не только сделает обучение в школе более качественным, но и избавит выпускников от лишнего стресса, уверяют депутаты. И сегодня мы спрашивали наших подписчиков в группе Девятка ТВ ВКонтакте, нужно ли отменить ЕГЭ, и вот результаты. 58 респондентов считают, что нужно вернуть традиционные экзамены, 33% проголосовали за предоставлением ученика выбора формата экзамена, и 8% считают, что ЕГЭ хороший формат, и отменять его не стоит. Другие ответы в рубрике «Мобильный опрос». Наверное, нет. Тут скорее надо менять конкретно сам подход к ЕГЭ, потому что для учеников это очень стрессово, очень страшно переживается это. И дополнительно к этому у них стресс еще на фоне того, когда идет проверка при входе в школу. То есть надо просто менять конкретно этот момент. А сам формат ЕГЭ, он, мне кажется, неплохо, как РОБЫ. Мы ЕГЭ не сдавали. Я считаю, что в наше время это как бы более честное было. То есть ты насколько сдал, настолько сдал, а не то, что там готовился очень долго. И потом, ну, и при поступлении ты тоже поступаешь именно туда, куда ты один раз запланировал, а не в 10 вузов там подал, и потом чего ты ждешь. Я считаю, что его нужно не отменять, а немножко, может быть, облегчить. Потому что вступительные экзамены при институтах, они не легче. Нужно отменять, и в наше время было лучше. Да. Почему? Потому что ребята слишком нервничают, что может приводить к негативным последствиям для их дальнейшей жизни. А если говорить о качестве образования, вот что лучше ЕГЭ или традиционные экзамены, как раньше сдавали, по билетам? Я думаю, что качество образования зависит, в первую очередь, от этого, от качества тех, кто обучает, и от желания тех, кто обучается.